Тяжелый 2021 год подошел к концу, и это дает возможность вспомнить ключевые изменения в политической жизни Казахстана и сделать некоторые итоги. Состоявшиеся в январе парламентские выборы стали прологом к формированию общей политической повестки дня на 2021 год. Хотя нельзя сказать, что лица нового созыва слишком поменялись. С другой стороны, некоторые депутатские мандаты были предоставлены выдающимся и известным работникам СМИ. Логическим продолжением предвыборной кампании по депутатским мандатам и Маслихату стали прямые выборы Акимов в регионах, которые прошли в 730 уездах в конце июня. Но пока особых поводов для эйфории нет. Как избранный народом Аким, так и первый назначенный обычно не проявляют необходимой смелости для принятия самостоятельных решений. Действительно значимым и, возможно, поворотным политическим событием в 2021 году стала передача первого президента его главенствующего поста в партии Нур-Атан действующему главе государства. Ряд экспертов назвали это кульминацией политического перехода. Самым ожидаемым событием, которого так и не произошло, является гипотетическая отставка правительства. В течение года действующий кабинет министров неоднократно снимался народным голосованием. Однако, несмотря на достаточно сильное общественное давление, команда Аскара Мамина удержала свои позиции, хотя и с большим трудом. С другой стороны, все прекрасно понимают, что правительству нужно меньше новых боевых единиц и больше новых идей и подходов. А в нынешней политической элите есть только один-два человека, которые способны их производить. Кроме того, произошли изменения в сфере казахстанско-российских отношений. Конец 2020 года и весь 2021 год ознаменовались многочисленными заявлениями российских политиков, экспертов, блогеров, российских журналистов разного уровня и с различным негативным отношением к Казахстану. Новые состояния двухсторонних отношений — модели, известные российской общественностью и неизвестные казахстанскому обществу. К слову, не так давно произошло еще одно знаковое событие, касающееся внешнеполитических отношений, но она осталась почти незамеченным. Казахстанская делегация во главе с министром торговли и интеграции Бухитом Султановым посетила Кабул, чтобы обсудить торговлю, транзитные маршруты и другое экономическое сотрудничество, а также политические связи с правительством, возглавляемым талибами. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли движения «Талибан» заявил, что предпринимаются усилия по созданию взаимной торговой палаты между двумя странами. Обе стороны обсудили возобновление прямых рейсов, добавил афганский министр, не предоставив дополнительных деталей. Султанов заявил, что Казахстан также заинтересован в расширении торговли через Афганистан в Южную Азию. Султанов также встретился с исполняющим обязанности заместителем премьер-министра движения «Талибан» и исполняющим обязанности министра иностранных дел. Казахстанская делегация привела в Афганистан 500 килограмм медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи. Султанов сообщил, что следующие посылки с гуманитарной помощью из Казахстана прибудут в Афганистан наземным транспортом.